Родители предпочитают держать под контролем буквально каждый шаг своих детей. И современная индустрия предоставляет все новые возможности для этого. В связи с чем в школу Кыргызстана массово вводят электронные карты для учеников. Универсальный пластик будет выполнять две функции. Основная – оплата питания в школе. С помощью карты также можно будет отследить, когда и что ребенок есть в школе, и даже онлайн корректировать его меню. Еще одна функция – проход через турникет. Родители знают, добрался ли ребенок до школы и сколько времени там провел. При каждом посещении в системе, когда будет отмечаться ребенок, родителю будет приходить СМС и пуш-уведомление. Также это позволит для учебного преподавательского состава контролировать учет рабочего времени. То есть, когда преподаватель пришел в школу, когда он ушел, находился ли он в школе, были ли уроки и тому подобное. То есть, это дополнительные плюсы для администрации школы. Электронные помощники заменят также школьные дневники и журналы. За успеваемостью детей можно наблюдать в режиме реального времени. Кроме того, планируется внедрение электронной библиотеки, которая позволит вести контроль и учет, кому какие книги выданы, сколько утеряно. Также через эту систему интегрировано уведомление, что если ребенок не вернул книгу, родители будут об этом знать, что такая-то книга не была возвращена. Ну и это все позволит увеличить контроль, а также сократит бюджеты на расходы закупки книг. А у жителей из отдаленных сел появится возможность получать знания дистанционно. Это наиболее актуально для школ в регионах, где не хватает квалифицированных преподавателей. Таким образом, проект, который реализует Министерство образования и науки совместно с компанией Мегаком, охватил пять направлений. Сегодня обе стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Дедлайн сроки. Мы в первую очередь сейчас дождемся список со стороны Министерства образования. После мы сделаем технико-экономические обоснования по каждой школе, сделаем проектную документацию. Я думаю, в ближайшие 2-3 месяца первые школы уже будем пилотировать и уже показывать нашим абонентам, нашим родителям и всему обществу Кыргызстана. На первоначальном этапе электронные системы начнут работать в тестовом режиме. Для этого будут отобраны 10 школ со всех регионов страны. Все основные расходы на себя возьмет компания Мегаком. Стороны планируют завершить работу в ноябре этого года. Эти 10 школ главным образом будут отбираться и со всех регионов. Почему? Потому что каждый регион, каждая область имеет право иметь эту модель. Какая же должна быть школа будущего. Плюс какие-то технические возможности. Интернет есть, слава богу, интернет-связь. Но может быть еще какие-то параметры. Вот сейчас, как раз в этот момент, у нас рабочая группа, они работают вместе с техническими экспертами, вместе с практиками, с учителями. В конечном итоге цифровизация должна обеспечить повышение качества образования и развитие навыков применения знаний у школьников в жизни. На что сегодня и делается упор в обновляемой образовательной системе. Мирима Елбекова, Ателия Атмарспеков, 5 канал.